перед началом видео хотел бы посоветовать вам группу вконтакте где вы можете заказать качественный красивый дизайн для своей группы вконтакте либо для своего youtube канала также человек делает логотипы в общем ссылочка будет в описании переходите кому понравится заказывайте все не дорого и быстро всем привет сегодня решил записать видео о том как набирают на работу компьютерных мастеров с выездом на дом но не обычных мастеров а именно мастеров которые разводят людей на огромные деньги вплоть до 20 до 30 тысяч рублей за но соответственно за компьютерную помощь люди многие платят после этого я видел множество видео о том то что как нас развил компьютерный мастер и все остальное в общем сейчас хочу немножечко показать и объяснить эту схему изнутри в общем сейчас я зайду на авито и буду прозванивать фирмы которые предлагают трудоустроиться компьютерному мастеру на зарплату от там 80 до 150 тысяч рублей в общем друзья слушаем здравствуйте я вот на авито нашел у вас вакансию по поводу трудоустройства компьютерным мастером вот хотел бы поинтересоваться вообще по поводу работы смотрите просто я как бы на себя работаю но то же самое по такой же деятельности уже не первый год и интересует но почему там у вас написано зарплата такая большая во первых так но а с вами поговорить вообще как это что можно то есть обсудить сейчас вопрос ну вы перезвоните да то есть приехать но мне бы сначала какие-то нюансы то есть хотя бы по телефону разузнать потому что я понял вас смотрите то есть как происходит взаиморасчет и по каким ставкам работаете то есть но фиксированная вас какая-то оплата за заказ ну а средний там чек у вас как то есть 5030 процентов правильно больше больше меньше меньше то есть а деньги как допустим этого в офис надо проезжать и сдавать да то есть отработала так я вас понял так но еще наверно мне вот интересует то есть какие в основном самые востребованные там услуги у вас я думаю вас есть какая-то сетка такая самых востребованных услуг так но у вас нет такого просто я звонил по парочке объявлений там говорят что допустим как бы нужен средний чек допустим 8000 рублей не меньше то есть если я на меньшее но работать не буду то я их не интересую как бы как работник меньше меньше процент но то есть желательно в любом случае больше там пяти тысяч до да да у меня с работы сейчас не очень просто люди как бы не звонят вот ну хорошо я вас понял а минимальный чек там допустим какой у вас бывает не подскажете чтобы так но просто знаю много конфликтных ситуаций как у меня знакомый работал товарищ то можешь приехать а тебе скажут в конце то что как бы нет мы там пять тысяч платить точно не будем и ну можно сказать до мордобоя может дойти дело ну я брал просто в разы меньше поэтому особо никогда то и ни разу не было конфликта никакого ну в среднем тысячи полторы тысяч я понял ну то есть грубо говоря можно и ну так если вот честно и ничего не получить если какую-то заявку взял и и человек я вас понял так ну а там подъехать к вам пообщаться куда можно так на менделеевской я просто с области как бы давайте я на сейчас перезвоню ближайшем времени сейчас я там подумаю спасибо большое спасибо друзья в общем проблемка такая обзывание у людей но многие короче тащит на собеседование и в открытую общаться не хотят по этому поводу но я точно знаю что рано или поздно то есть какая-то фирма какой-то неопытный диспетчером но как бы пообщается по душам можно сказать и расколется в этом плане то что людей просто нужно обманывать и кидать на бабки в общем сейчас обзваниваю номера самые самые подозрительные объявления где зарплата стоит 150 тысяч сто семьдесят тысяч вот сейчас один из таких сейчас я открою тут написано 150 тысяч рублей в общем предлагает месяц написано выезд по физическим юридическим лицам оказание компьютерной помощи самое важное вот согласование стоимости работа с заказчиком ежедневные выплаты вот здесь уже у нас хороший процент и удаленная отчетность то есть смотрите вы даже не будете видеть тех кто дает вам заказа это очень нехорошо в плане того что какие-то претензии предъявлять потом если вам вас порежут ножом в квартире или что-то еще просто вам будет некому эти претензии предъявить даже по закону потому что в основном это фирма однодневки которые существуют только на бумаге и у них даже офиса нет я уверен все эти диспетчера сидят где-то в квартире то есть там один-две девушки сидят и находит лохов которые готовы приносить им прибыль вот такой вот таким вот образом то есть пять тысяч рублей и желательный минимальный чек у них то есть чтобы им сразу же три с половиной тысячи упала но это вот предыдущий мой звонок вот сейчас звоню общем на еще более подозрительное объявление там хотя бы 85 стоял тысяч здесь на 150 тысяч стоит пока сервис артем александрович контакт на лицо сейчас позвоним алла здравствуйте я вот по объявлению беспокой по поводу работы компьютерный мастер 23 года мне да смотрите я имею где-то но около трех четырех лет вот так вот так вот в данный момент наверно нету а так вообще можете мне сказать то есть по поводу я просто работал вот буквально до недавнего времени в общем у нас как бы подняли то есть средний чек до 8000 но было стало нереально уже как бы с людей по 8 рублей братья они уже отказываться стали конфликтной ситуации возникали у вас как не понял еще раз а у вас от 7 идет да я понял я просто ищу как раз что-нибудь поменьше потому что мы уже не получается как бы такие деньги выпрашивать я понял вас ну извините наверно за звонок извините надо еще кого-то поискать извините пожалуйста до свидания ну вот как видите смотрите сразу же предлагает нам приехать на собеседование почему-то в данный момент общаться они не хотят вот по телефону раньше до того как я решил снять этот ролик у меня почему-то удавалось все это то есть пообщаться по душам сейчас все в отказ идут то есть не знаю с чем это связано если честно но видите человек хотя бы раскололся он сказал что у них сейчас от 7000 то есть рублей минимальный чек и меньше их не интересует потому что они хотят свои деньги вот сейчас попробую еще какой-нибудь объявление найти пока поставлю запись на паузу в общем сейчас поищу еще какое-нибудь такое объявление с несуразной оплаты труда там сто двадцать сто пятьдесят тысяч рублей итак друзья нашел в общем еще одно объявление сам подозрительное но я скрины думаю прикреплю к видео написано мастер по ремонту компьютеров то же самое вы физическим лицам там бла-бла-бла вот что самое интересное в этом объявлении зарплата успешных мастеров до 150 тысяч рублей выплаты каждый день карьерный рост полный рабочий день работа раздельного характера но это здесь ничего конечно интересного нет но смотрите дать слава успешных мастеров и так далее видеть то есть они как бы намекают чем больше людей разведешь но тем лучше то есть ты станешь успешным мастером сейчас наберу номер и попробуем пообщаться с данным человеком алло здравствуйте здравствуйте я вот по объявлению беспокой совета по поводу работы мастер по ремонту компьютеров перезвоните пожалуйста после двух часов а после двух спасибо спасибо до свидания всего доброго в общем здесь не прокатило к сожалению сейчас наверно поищу что-нибудь другое вот прям сейчас как бы буду искать не буду ставить на паузу запись вот прям под этим объявлением есть еще одно объявление это у нас была фирма номер один сервис а здесь какой-то фокс зарплата 100 тысяч связи с открытием новых направлений проводит набор мастеров средний чек от 6 тысяч рублей я думаю даже звонить не имеет смысла подумайте вот когда будете если вы ищете работу когда будет устраиваться подобная организация не стыдно ли вам будет с людей то есть ни за что за замену термопасты братья от 6 тысяч рублей ну ладно давайте бог с ним попробуем позвонить им может быть но конечно у них уже написано всем как бы объявление я думаю общаться на никто не будет тратить свое время сейчас попробуем а алло здравствуйте я вот по объявлению совет обеспокоил вас по поводу трудоустройства на работу это вакансия компьютерный мастер ага опыт работы ну опыт работы есть там более где-то трех лет вот так сколько еще раз не отпишу более трех лет есть опыт работы ну я ну я что-то у вас там что-то у вас там плохо слышно вас но я я работал но одно время на себя и тоже разъездным ну вот мастером работы по москве вот просто недавно как бы с работы ушел у нас там подняли там средний чек до 8000 люди не хотят платить такие деньги много конфликтных ситуаций в общем возникало товар то есть минимум 80 средних человек ну да да то есть а люди я приезжал грубо говоря роутер настроить но соответственно мне там вообще ничего не оставалось с этих денег так что пришлось попрощаться с той фирмой у вас как с этим дела обстоят что что не наслышал у вас как с этим вопросом обстоят дела ну у нас каких-то жестких этих нету чем больше вы берете больше зарабатываете если у вас там средничек 3000 конечно это ни нам ни вам не интересно угу ну а проценты какие у вас то есть если я допустим 12000 возьму какой процент будет алло 45 45 процентов ага я понял так понял понял 15 будет 50 то есть 7500 сразу мои а как расчет у вас раз в месяц или ежедневный расчет моментальный а все а с вами то есть как в офис надо приезжать не надо или все удаленное на собеседование подъехать в любом случае надо а так все удаленное так ну а вы выдаете там квитанции да то есть чтобы конечно а и еще вопрос то есть пополнение через терминал да вам то есть ну денег или через через карту да да или карты или киви ага я вас понял так ну спасибо я номер ваш запишу подумаю спасибо большое что сказал до свидания до свидания ну вот ребята короче как назло видите никто не хочет нормально общаться у этого еще там пердеж какой-то в микрофоне постоянный был но как вы понимаете из всего что ну что вы услышали за за этот ролик то что компьютерным мастера на дом которые которого вызывает с непонятного рода объявлению подъезда с объявлений в интернете которые даются в контекстной рекламе допустим яндекс директ то есть google adsense вот эти вот объявления которые баннеры у вас висят на сайтах я вам объясню одно то есть частный мастер никогда не будет покупать контекстную рекламу нет ну может быть будет покупать ладно не могу за всех сказать но в основном кто тратится на контекстную рекламу у них есть нормальные деньги потому что я вот заказывал пару раз мне один ключевой проход на мой сайт то есть ну по определенному запросу допустим там ремонт компьютеров в локаламска допустим он мне стоил 97 рублей по моему то есть если один человек заходит на мой сайт поэтому запрос по прямому запросу я плачу такие большие деньги вот и посчитайте стратегию посчитайте сколько человек должен отдать допустим за 20 потенциальных клиентов то есть это для провинции минимум 2000 рублей я думаю для москвы то есть это огромные деньги один запрос стоит хороших денег поэтому я советую вам если вы вызываете компьютерного мастера то вызывать его через знакомых либо заранее обговаривать во первых все цены и никогда не вызывать мастера через диспетчерскую если вы звоните у вас подъезд приклеен объявление там компьютерный мастер туда-сюда и вы звоните туда и вам отвечать диспетчер то есть сразу надо задуматься об этом и отказаться от такие от услуг такой фирмы потому что если диспетчер вы уже должны понимать что платится зарплату диспетчеру платится зарплату расклещику платится деньги типографии которые заказывают эти листовки которые он на подъезды клеит и соответственно мастера которые к вам приедут это вот такие же люди видите они все зазывают на собеседование я вам скажу чем это собеседование кончится я не ездил но знаю мне рассказывали в общем приедет на собеседование если я их все устраивает то получится как вам просто дадут 100 квитанций ну грубо говоря отпечатанных на 4 не по не пойми чего какого как это какое-то говно то есть вам дадут эти листочки эти фильки на грамоты дальше вам дадут реквизиты куда вы будете оплачивать свои ну проценты то есть работодателя и все на этом ваше ну как бы общение с непосредственно с работодателем закончится в офис вы приезжать не будете и все остальное я не уделюсь если этот офис работает всего 7 дней когда это объявление на авито висит випе то есть 7 дней у них есть этот офис они сняли его там в день аренду платят и и после этого они вообще растворяться то есть найти их будет проблемно ваших работодателей а конфликтные ситуации заказчиками не избежать потому что если вы хотите как бы брать такие огромные деньги баснословные видите что последний человек сказал то что 15 тысяч рублей и пополам сразу то есть 7 с половиной ему 7 с половиной мне но я не представляю что нужно сделать с компьютером на 15 тысяч рублей и это что ни на есть работа для мошенников то есть официальная работа для мошенников компьютерный мастер на дом я могу сто процентов об этом заявить но но опять же люди делятся на плохих и хороших есть действительно много мастеров таких как я которые ну ходят там за тысячу рублей за полторы тысячи рублей я даю гарантии на свои услуги то есть я никуда не денусь мои номера у меня по 4 года я их не меняю потому что соответственно вся клиентура звонит мне именно на эти номера есть вот такие люди которые портят то есть нам всю работу допустим объясню ситуацию допустим какая-нибудь женщина в моем доме допустим вызвала такого мастера он слупил с нее 7000 рублей и уехал у нее через две недели все стало как раньше то есть там допустим начал тормозить ну и соответственно вот это сарафанное радио полетела пошла молва то есть она сказала одной подруге то сказала сыну там сын сказал тому то в общем и так получается что люди будут люди с опаской относятся к подобному роду мастерам вот например 2012 13 14 год у меня проблем особо заказами не было так как не было этих крыс у нас в районе то есть у нас московская область до нас это дрянь добиралась очень долго если 2012 13 москве уже это была распространенная практика мошенничество то есть обмана людей у нас до нас это дошло в конце 2015 в начале 2016 года это было у меня достаточно серьезный обвал то есть клиентуры объявление в газету мои уже не работали потому что люди но я еще раз повторюсь опаской теперь относится к подобному роду мастерам единственное что какой плюс от этого люди стали как бы по умнее чуть чуть и по ответственнее они когда вот сейчас когда заказы мне поступают они сразу уточняют фиксированную цену чтобы ни больше ни меньше если больше мы платить не будем это правильно то есть человек должен заранее знать полностью сколько от и до он заплатит я говорю если там какой-то компонентный ремонт допустим надо что-то будет менять какую-то плату я говорю что диагностика с выездом там допустим 500 рублей все это не больше не меньше если удастся устранить на месте то там тысячи рублей это просто пример вам привожу все человек соглашается я выезжаю вот ну извините отвлекся немного темы в общем эта дрянь как распространилась у нас в регионе то обвал рынка и нормальным людям нормальным мастерам которые нервачи которые готовы за 800 рублей за 600 съездить в соседний город просто чтобы на кармане было немного денег им в общем работа никакой не осталось а эти ублюдки которые берут по пятнадцать тысяч бабушек с пенсионеров там из людей среднего возраста которые нихрена не понимают то есть у них работа кипит как вы слышали или я может быть не записывал фрагмент в общем девушка сказала что от пяти там до десяти заказов в день вы представляете это сколько людей то есть в день можно извините ну обмануть да это вот с каждого если ты получил даже по полторы тысячи если пять тысяч ты взяла 30 процентов твои по 5 по полторы тысячи ты получил 10 человек это уже 15 тысяч рублей вот что я хочу сказать так что распространить это видео пожалуйста чтобы люди знали как кто такие вот эти компьютерные мастера на дом именно я повторюсь который вот листовки висят у вас у подъездов и в контекстной рекламе в гугле то есть в яндексе это в основном никакие не частные мастера это фирмы еще раз повторюсь и у них есть диспетчер если вы слышите что вам том конце ответил диспетчер не вздумайте не вздумайте никакого мастера заказа то же самое это касается стиральных машин я слышал последнее время появились такие тоже мошенники также это касается ну бытовой техники обычной телевизоров электроники на авито тоже стали такие объявления ну проскальзывать если раньше это было в основном с компьютерами сейчас мошенники добрались и до бытовой техники то есть до телевизоров да там посудомоечных машин до стиральных машин вот так вот и что еще хочу сказать если вы хотите трудоустроиться компьютерным мастером и когда вы заходите на авито ну так бегло смотрите видите что средняя зарплата девяносто сто тысяч рублей ну в общем я вам скажу что ничего подобного на такие объявления вы можете даже не смотреть сразу пропускать их мимо потому что ну это стопроцентный развод это развод и вас и людей я не знаю как вам совесть позволит брать людей такие деньги в прямом смысле их разводить еще и можно с поломанными ребрами уйти если не на того нарвешься так что если вы ищете работу компьютерным мастером с смотрите объявление ну до 40 тысяч до 40 50 тысяч это вполне нормальная адекватная зарплата вы из нового мастера если он будет делать один там тире 3 заказа в день и соответственно тоже работать под процент но работать под честный процент допустим взял ты две с половиной тысячи за ремонт и 1200 это твои или тысячи твоя вот но если там с дорогой может быть и некоторых фирмах он вам дают то есть проездной вам дается корпоративный телефон это зато будет честная работа где не вы никого не обманывать и не вас не обманывают вы получаете свой честно заработанный процент не советую вам ну вот устраиваться такие фирмы потому что поберегите свою честь свое достоинство и свое здоровье тоже что немаловажно в общем ребят не знаю каким получится данный ролик информативным или не информативным в общем записать его была идея у меня давно потому что многие страдают от таких горе мастеров всем вам спасибо за то что прослушали я надеюсь прослушали внимательно никогда не попадется на уловки таких людей и у меня большая аудитория достаточно ну все в основном компьютерщики так как канал про компьютеры если среди вас есть такие люди ну это очень плохо ребята справляйтесь и хватит обманывать людей если же вы наоборот говорю хотите устроиться на такую работу ни в коем случае не идите туда потому что быть мошенником это не очень хорошо всем спасибо за просмотр друзья подписывайтесь ставьте лайки и по возможности выводите это видео в топ чтобы как можно больше людей узнала кто же такие эти компьютерные мастера на дом с объявлений из интернета всем спасибо всем пока